Друзья, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Алексей Гомон меня зовут. Это означает, вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Константин Боровой, российский оппозиционер, в прошлом депутат Государственной Думы России, сегодня с нами. Константин Натанович, давно не виделись с вами. Рад вас видеть. Я рад вас видеть, Алексей. Друзья, вы найдете ссылку в описании к этому видео на YouTube-канал Константина Борового. Полюбопытствуйте, рекомендую. Также не забывайте о наших YouTube-каналах Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, гостях у Гордона, для того, чтобы ничего не пропускать. Ну, а если вы уже подписаны, то другая просьба к вам. Лайк этой беседе поставьте обязательно. Вы знаете, если с нами Константин Боровой, сегодня точно будет интересно. Я знаю, что у нас с вами одни из любимых тем, это все-таки международное событие. Но начать бы сегодня хотел с внутренне политической российской повестки. Появилось в сети вероятное завещание военного преступника Пригожина. Как раз 40 дней с его дня вероятной смерти было. И вот, значит, в соответствии с этим документом, который обсуждают сейчас российские СМИ, все имущество военного преступника достанется его 25-летнему сыну. А вот дочерям, судя по документу, не полагается там практически ничего. Это, кстати, тот самый сын, о котором говорил сам Пригожин, мол, что тот с 18 лет уже воевал в Сирии в составе ЧВК «Вагнер». И вот теперь, конечно, главный вопрос заключается в том, что все активы, наверное, того же Пригожина сложно конкретно руками-то пощупать. То есть с юридической точки зрения он, на самом деле, владел, насколько я выяснил, не таким уж и большим состоянием. Ну, не считая тех 10 миллиардов налички, которые ему вернули после обысков. Но в целом, Константин Анатонович, как вы считаете, может ли сын Пригожина стать такой весомой фигурой, заручившись такой поддержкой, наследством своего отца? И можем ли мы увидеть его как одного из действующих лиц в российском политикуме, в обозримом каком-то будущем? Ну, методы отбора в российских спецслужбах, там исторически в КГБ, они не предполагали, они учитывали, безусловно, бэкграунд, и, значит, вот эти руководители по кадрам, они исследовали до третьего колена, значит, людей при найме на работу, вот. Но главное там всё-таки это, ну, личные качества. Если он себя проявит, ну, понимаете, 10 миллиардов рублей – это не та сумма, ради которой они будут привлекать сына Пригожина ради того, чтобы, ну, вот, сохранить эти деньги в бизнесе таком специфическом. Обсуждение, то, что сегодня обсуждение это происходит, это, ну, фейки на самом деле. Это не тема политическая, даже не внутренняя тема. Это желание обратить внимание, остаться в информационном пространстве, заставить сосредоточить внимание на внутренних проблемах граждан России. И граждан, находящихся за рубежом, это такие информационные пузыри, которые на самом деле ничего не содержат. Вот это желание просто привлечь внимание, отвлечь от каких-то других тем. А вот да, а кому может быть интересно, чтобы тот же Пригожин оставался всё равно в какой-то повестке, ну, вот на слуху, да? Мы помним, сколько было мистификаций, связанных там с его похоронами, с его смертью. До сих пор, по данным Украинского института будущего, примерно каждый четвёртый россиянин до сих пор верит в то, что Пригожин жив. Это может быть как бы кому-то выгодно, то есть именно чтобы Пригожин полностью не уходил в небытие? Я думаю, что это выгодно пропагандистская кампания, которая продолжает использовать его имидж, имидж ЧВК Вагнер. Это очень удобная тема для манипуляции пропагандистской кампании. В общем, друзья, ваше мнение оставьте в комментариях, как бы кому это может быть выгодно на самом деле, потому что новости, даже несмотря на то, что уже больше, чем 40 дней прошло с момента вероятной смерти Пригожина, новости так или иначе появляются, связанные с этой фамилией. Алексей, это абсолютный мыльный пузырь, информационный пустой пузырь. Содержательно здесь ничего нет. Это искусственно поддерживается российской пропагандистской кампанией. Ну, мы с вами следуем за ней по инерции, но, в общем, правильно было бы не обращать внимания. Ну, вот спасибо, что вы всегда акцентируете и мое внимание, в том числе, на тех вещах, которые не требуют такого детального разбора. Единственное, что еще вспомнив об одном военном преступнике, сразу хочется еще рассказать нашим зрителям новость, связанную с другим. Федеральные российские пропагандистские медиа опубликовали новое интервью с главой Чечни Кадыровым. Он, видимо, для тех, кто все еще сомневается, что с ним все в порядке, рассказал о том, что чувствует себя, значит, прекрасно. После встречи с Путиным он полон решимости, цитирую, «навести порядок в Украине», конец цитаты, и почему-то в Польше. Не знаю, какой порядок он собрался наводить в Польше, однако тут даже сейчас речь не о сте, не здоровье Кадырова, а о том, какие, скажем-таки, царские подарки последнее время делает Путин и вообще Россия Чечне и Кадырову лично. Вот мы помним, что после встречи их последней еще раз было подтверждение того, что в Москве будет построена самая крупная в мире мечеть, причем прямо в российской столице, в Москве. Также буквально на Медне стало известно, что город Грозный станет культурной столицей России в 2025 году. Причем если ранее это звание получали города в рамках конкурса, на который нужно было подаваться, то Грозному это звание дали просто так. Мол, все, в 2025 году Грозный у нас культурная столица. Вот это заигрывание с Кадыровым, или с чем это может быть связано, вот такой ряд определенных жестов лояльности. Возможно, это демонстрация лояльности даже не самому Кадырову, а каким-то там, не знаю, группам влияния в каком-то исламском мире, которые им демонстрируют, посмотрите, у нас, значит, главный культурный город, это Грозный непосредственно, ну, исламский центр в первую очередь. Да, это те же информационные пузыри, Алексей. И в них содержится некоторое содержание, желание потрафить, попытаться установить новые каналы, ну, вот с Ближним Востоком, с арабским миром. Вы правы, в этом заинтересована Россия, и сегодня Путину хотел, Кремлю вообще хотелось бы хорошие контакты иметь не только с Ираном, который в сложном отношении с остальным арабским миром, вот, но и с другими государствами. Ну, вот мечеть – это такой пиар-ход хороший. А в целом, опять-таки, вот, да, мистификациях. Мы помним, как неохотно комментировал Кремль, там, тоже состояние здоровья Кадырова, ну, и в целом, вот, те видео, которые появлялись один за одним, они как будто все намекали на то, что нас пытаются выводить за нос, да, мы видели все эти чеченские кортежи возле центральной больницы в Москве, при этом появлялись видео с Кадыровым, которые было сложно идентифицировать, когда они были сняты, опять-таки, может ли быть выгодно, ну, вот, какой-то пропагандистской кампанией, да, или может ли быть тут большая цель за тем, чтобы вот как раз разводить вот эту вот мифологию вокруг того же состояния здоровья или вообще даже жизни Кадырова? Вы знаете, это более общая проблема. Это проблема политиков или просто участников вот этого информационного процесса в политике. Им важно, чтобы они не забывали, о них говорили, придумываются всякие искусственные события, и, как говорил один конгрессмен, ну, это в те времена, когда еще не было интернета, а были газеты, «Пишите обо мне все, что угодно», говорил он журналистам, «Главное, пишите правильно мою фамилию». Вот, ну, то же самое, ему хочется, нужно оставаться в информационном пространстве, от этого зависит снабжение, получение денег или влияние. Он делает абсурдные заявления, там, вот, он нападает на Польшу. Обратите внимание, что польский МИД не реагирует на такие заявления. Давайте и мы тоже, ну, стараться не реагировать на вот этих пустобрехов, просто, которые делают заявления просто для того, чтобы, ну, их упоминали, их помнили. Да. Согласен. Давайте о более серьезных вещах, Константин Натанович. Конечно, следим за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Президент США подписал закон о временном бюджете, в него не вошла помощь Украине. Однако в Белом доме и в Украинском Министерстве иностранных дел продолжают уверять, что помощь продолжит поступать. Мы понимаем, что это не первый, так называемый, вот этот шатдаун в истории Соединенных Штатов, связан он, конечно, в первую очередь с предвыборной президентской кампанией. Нашим зрителям объясню, что в том числе, да, насколько я понял, часть республиканцев выступает за то, чтобы расходы Штатов на помощь Украине были каким-то образом ограничены. Из-за этого Конгресс вовремя не смог одобрить бюджет на следующий финансовый год, а начаться он должен был как раз 1 октября. И вот здесь я хотел, чтобы вы помогли разобраться, да, то есть с одной стороны в этот временный бюджет помощь Украине не вошла, но с другой стороны президент США Байден и украинский МИД прям декларируют, что помощь точно будет, и она никак не будет зависеть от там избирательной кампании внутри Америки, мол, это такой постоянный процесс, который не будет прерван. Стоит ли переживать, Константин Натанович, да, вот в целом, если мы понимаем, ведь мы, что без помощи, особенно военной, со стороны наших, вот, ну, со стороны тех, кто помогает нам в Соединенных Штатах, эту войну, ну, противостоять будет достаточно сложно. Ну, волноваться стоит, Алексей, потому что это очень серьезные внутренние процессы в США, для противостояния социалистов, которых представляет Демократическая партия, и консерваторов-традиционалистов, которые представляет Республиканская партия. Республиканцы не верят в Демократическую партию, поэтому они хотят контролировать бюджет, в том числе бюджет, направленный на Украину. Тем более, что, понимаете, это же ведь очень двойственная позиция социалистов. С одной стороны, ну, очевидно, что они раскручивают вот эту тему с коррупцией в Украине, а с другой стороны, когда, ну, какая-то реакция возникает со стороны Республиканской партии, ну, вот, контролировать бюджет, раз он разворовывается, вот, ну, пропагандистская кампания вдруг включается в направлении того, что вот мы помогаем Украине, а республиканцы, которые, может быть, придут к власти, они помогать не будут. Ну, то есть, это пропаганда, это свойства социалистов вообще. Мы с вами должны знать, помнить о том, как это было в Советском Союзе. Пропагандистская кампания замещала реальные события. Это, я помню эту шутку, за которую очень пострадали Тавропунька и Штепсель, которые говорили, что в какой-то миниатюре сказали, что к радиоточке, холодильник необходимо подсоединить к радиоточке. Тогда он точно будет наполнен, понимаете? Ну, пропаганда. С этим надо разбираться. Сегодняшний Киев, сегодняшняя банковская или там банковая, или там президент Зеленский, не очень хорошо его команда разбирается в процессах, которые происходят в Соединённые Штаты, и не очень хотят вникать. Это видно по дипломатам, по послу Украины в Соединённых Штатах. Там диаспора украинская борется за ленд-лис. А посол говорит, да не надо, всё хорошо, нам всё хватает. Но ведь не хватает оружия, понимаете? Это нас волнует там сегодня в первую очередь. Вот, довольно странная позиция. Я считал и говорил, что в ней очень много влияния России, спецслужб России. Вот. И очень много катастрофических ошибок, которые совершает Зеленский и его окружение. Вот, ну, их надо исправлять. То, что касается взаимоотношений с Соединёнными Штатами, ну, тут тоже надо всё понимать. В основном демократическая партия, ну, морочит голову Украине, Зеленскому, предоставляя минимальное количество оружия, которое не позволяет победить агрессоров, не позволяет даже вернуть захваченные территории. Вот. И вопрос, который там те же республиканцы задают сегодня Байдену, демократической партии, какая цель вот этих действий, помощи Украины? Мы хотим победить Путина? Тогда недостаточно оружия поставляется. Там очень такая прагматичная, честная позиция. Вот. Если не хотим победить Путина, если демократическая партия находится в договорных отношениях с Путиным, ну, то надо так и сказать об этом, понимаете? Цель. Цель совершенно не ясна. Цель Соединенных Штатов. Вот новый конфликт возник. Великобритания делает заявление более резкие, что ли, чем Соединенные Штаты против России, против ограничений в свободе судоходства. А Соединенные Штаты как-то не решаются на такие заявления даже против Путина, против этого варварства, которое происходит. Ну, а в целом те республиканцы, которые, скажем так, из-за действий которых, которые хотели, как вы говорите, контролировать деньги, которые выделяются в Украине из-за того, что не был вовремя одобрен госбюджет как раз на следующий год, можно ли говорить о том, что они не выступают за сокращение этой помощи? То есть я правильно ли вас понял? То есть то, что сейчас они создали проблемы для утверждения этого бюджета на следующий финансовый год, просто из-за того, что они хотят разобраться, на какие именно статьи расходов эти деньги пойдут? Или же я неправильно вас понял? Вы неправильно меня поняли. В Соединенных Штатах происходят внутренние процессы, взаимоотношения с демократической республиканской партией. Украина – это один, с точки зрения Соединенных Штатов, может быть, даже не самый важный вопрос. Кевин Маккарти, лидер большинства в Конгрессе, вызывает некоторое раздражение сейчас части республиканских конгрессменов. Они его обвиняют в неискренности, в каких-то договорниках с демократической партией. Это действительно так. Он вступил во взаимоотношения с демократической партией, не ставя в известность самих республиканских конгрессменов. Очень многие его обещания, данные при назначении им лидером большинства в Конгрессе, он не выполняет. У них претензия к нему лично, понимаете, к его действиям. Но это внутренние процессы, и за ними надо следить и как-то влиять на них. И сегодня Украина вполне может влиять, на эти процессы. А вместо этого какая-то не очень продуманная политика, связанная с безусловной поддержкой демократической партии Соединенных Штатов со стороны Зеленского. Ну вот он выступает на трибунах, так сказать, в Соединенных Штатах, на высоких трибунах и начинает говорить не о ленд-лизе, не о помощи Украине, а о глобальном потеплении. Ну ясно совершенно, что это следование в фарватере демократической партии, у которой на флаге это глобальное потепление, борьба с углеродными опасностями, или там даже тема вот этой гендерной повестки. Ну что, это самое главное сейчас в Украине, будет ли пресс-секретарь Министерства обороны «Мальчик, переделанный в девочку?» Ну нет, конечно, понимаете, но это попытка потрафить демократической партии. Очень много ошибок. Вот сейчас предложена Украине программа экономических преобразований, очень серьезная, большая программа. Уже сегодня Верховная Рада могла бы начать принимать соответствующие законы, и там очень много нужно принимать решений, законов. Но я слышу пока обсуждение, а нужна ли программа, а чем не устраивает нынешнее положение, а что это за желание вмешиваться в экономику Украины. Украина до войны была в катастрофическом состоянии, монополизированная олигархами экономика, политическая система. Эти продажные партии. Но это правда необычное чудо, которое произошло в Украине, когда народ избрал вот эту слугу народа и Зеленского. Ну, это чудо просто, понимаете, вопреки влиянию сильнейших олигархов. Ну, вот это чудо пока не используется для полных интересов Украины. Друзья, у нас отличная новость. На наших YouTube-каналах в гостях у Гордона Дмитрий Гордон и Олеся Бацман появились новые возможности для нашего с вами более тесного, дружеского общения. Теперь под этим видео и под каждым видео у нас на каналах есть специальная волшебная кнопочка «Спонсировать». Нажимайте на нее и становитесь спонсором канала. Вы можете выбрать разные уровни и, соответственно, получить разные дополнительные опции и бонусы. От возможности иметь именные обозначения возле наших никнеймов и использовать авторские Эмэдзи со мной и с Олесей Бацман на ее канале до участия в закрытом онлайн-общении со мной только для нашего спонсорского клуба каждый месяц. Спасибо всем, кто вступает в наш спонсорский клуб. Вся команда, которая работает над тем, чтобы наши каналы были самыми лучшими, самыми яркими и самыми интересными, очень это ценит. Политико недавно выпустила материалы, где пытались журналисты разобраться в том, почему же во время визита Владимира Зеленского, несмотря на все предпосылки, так и не произвучало официальное заявление о передаче Украине дальнобойных ракет «Атакумс». И вот Политико считает, что на того же президента Байдена влияют несколько, скажем так, крыльев влияния, не знаю, если я правильно формулирую, по-моему, такой был точный перевод. В первую очередь, это противостояние в контексте передачи Украине вооружения между Пентагоном и Государственным департаментом. То есть, если, с одной стороны, Государственный департамент политически поддерживает передачу новых видов вооружения, то Пентагон осторожничает и не хочет эскалации. Как в целом вы считаете, почему, несмотря на все предпосылки, заявление официального, опять-таки, о поставке Украине атакам, так и не прозвучало. Мы с вами об этом говорили, и даже сегодня. Это, социалисты, это лживая политика. Понимаете? Некоторое время назад объяснение того, что делают Соединенные Штаты, вот Байден, по отношению к Украине, звучало как, что нас сдерживают европейцы. При том, что восточноевропейцы выступали за расширение помощи. А Байден говорил, наоборот, нас сдерживают, они там не хотят. Это абсолютно лживая позиция социалистов. Вот сейчас он нашел оправдание в Пентагоне. Пентагон там возражает. Пентагон находится в Министерстве обороны в подчинении президента Байдена, полное подчинение. Значит, сегодняшние руководители Пентагона, это чиновники, которые выполняют любое распоряжение Байдена, самые идиотские, и несколько раз их на этом ловили. Это отговорки, понимаете? И это большая очень ошибка Зеленского и Киева ориентироваться и помогать социалистам удерживаться у власти. Однажды, не начав расследование коррупционных преступлений Байдена, Зеленский помог ему стать президентом. Вот. И сегодня мы и расплачиваемся, ну, Украина расплачивается за это, вот этой неверной позиции Соединенных Штатов, помощью, которая вроде бы осуществляется, но на таком уровне, на котором не позволяет просто даже защищать Украину. Сегодня каждую ночь, там, день происходят эти атаки, бомбежки территории Украины. Разговор о закрытии неба над Украиной, он ведется, ну, просто с довоенного периода, понимаете? И это не, ничего не осуществляется, решаются какие-то, такие, знаете, локальные проблемы, вот, поставить, не поставить, там, кроме, там, трех систем противовоздушной обороны, еще, там, две. Надо перекрывать небо, как это сделано было в Югославии в свое время, когда Милошевич бомбил там, территорию и совершал свои преступления, как в Ливии, когда Каддафи бомбил города, которые ему не хотели подчиняться, просто закрыто было небо, объявлена бесполетная зона, понимаете, и сбивали любые самолеты, которые, там, ракеты, вот, которые появлялись в небе, но сегодня это как-то, ну, на втором плане, что ли, проблема, ну, в первую очередь, благодаря позиции самой Украины, к сожалению. Хотелось бы в этом контексте продолжить еще тему дальнобойных ракет, дал интервью секретарь Совета национальной безопасности, Украины, Данилов, он заявил, что Украина не будет использовать дальнобойные ракеты атакам по территории Российской Федерации, как будто косвенно подтвердив, что вопрос в передаче уже решен, что за этим мы будем наблюдать, однако, вот по поводу самого тезиса, да, мы недавно слышали заявление главы оборонного комитета Бундестага немецкого, которая заявила, что Украина должна иметь возможности, она считает, что Украина имеет право бить, например, теми же ракетами Таурус, который мы ждем от Германии по территории, по военным объектам на территории России. В целом, эта дискуссия, как вы считаете, может ли привести к реальным результатам, когда, например, союзники не будут требовать ограничивать удары, например, по военным объектам лишь оккупированными территориями Украины, или на это наши союзники не пойдут все-таки и будут всячески препятствовать ударам по территории России, например, по пунктам, откуда по мирным украинцам летят ракеты? Сегодня существует очень противоречивая ситуация в этом вопросе. Это позиции Соединенных Штатов, которые находятся в договорных отношениях с Путиным, которые сдерживают Украину, сдерживают поставками оружия, ограничивая дальнобойность, так сказать, этого оружия. И позиции европейцев, которые, ну, в некотором замешательстве, между прочим, когда слышат эти заявления американцев, особенно восточные европейцы, которые делают сегодня все возможное, чтобы помочь Украине, Польше, страны Балтии, к ним присоединяются Великобритания, скандинавские страны. Это разная политика, разные позиции, понимаете? И мы это видим, и попытки делать такие заявления или, скажем, заявления Великобритании Великобритании ответственных лиц по поводу недопустимости ограничения свободы судоходства, они вызывают негативную реакцию со стороны Соединенных Штатов. Вот. Это противоречие, оно очевидно и закончится, но тогда, когда демократическая партия отойдет от власти. Только тогда. Только тогда. То есть, вы думаете, все равно в волю Белого дома все упирается? Да. Сегодня Украина значительно больше половины поставляемого оружия получает из Соединенных Штатов. Значительная роль Соединенных Штатов НАТО, доминирующая роль заставляет членов, государств-членов НАТО, чтобы, ну, не ссориться, не входить в противоречие с США, следовать в фарватере этой политики. Но это видно, это проявляется во многих заявлениях, и это не нравится европейцам, понимаете? Они понимают, что США играют крапленными картами. Это нечестная игра просто, это игра частично на стороне Путина. Вот. Но они ничего поделать-то не могут. Вот обращение Зеленского в свое время к министру обороны Великобритании с требованием там подставлять вооружение в больших объемах, там, помогать Украине. Ну, это просто неверный адрес. Обращаться надо к Соединенным Штатам, к Байдену, к демократической администрации. А вот эти пропагандистские уловки, которые мы слышим там, кстати говоря, иногда от пропагандистов, журналистов в Украине, что вся проблема сегодня, сегодня не в том, что Украине морочат голову демократическая партия, а вся проблема в том, что через два года придут к власти республиканцы, и вот тогда они могут сдать Украину. Ну, это несерьезно, понимаете? Ну, за этим процессом мы, конечно же, будем наблюдать. Я вот хотел с вами еще обсудить изменения, так сказать, мнения, изменения позиции, которые мы, кстати, ждем от многих наших партнеров в контексте увеличения поддержки Украине и так далее. Хотел бы с вами обсудить поездку Владимира Зеленского в штаты в контексте его встречи с уже 100-летним бывшим госсекретарем Киссинджером. Мне было, честно говоря, очень удивительно услышать, что теперь Генри Киссинджер считает, что идея нейтральной Украины в таких условиях современных уже просто не имеет смысла. Так он прокомментировал вероятную перспективу получения членства Украины в Североатлантическом Альянсе. Мы просто помним, что Киссинджер выступал категорически против такой идеи и вообще неоднократно высказывал, ну, скажем так, мысли, которые шли возможно в каком-то плане даже в разрез с политикой официальной украинской действующей власти. Помним даже, что он говорил, что Украина может, победив в этой войне, стать такой сильной, что начать представлять угрозу самой Европе. Но в целом, теперь вот Киссинджер говорит о том, что идея внеблоковости Украины уже смысла не имеет. Если об этом заявляет такой опытный дипломат, это действительно ли означает, что восприятие перспективы членства Украины в НАТО, оно, скажем так, действительно, что этот вопрос закрыт, как говорит Йен Столтенберг, глава НАТО, что, мол, Украина точно будет в Альянсе, других альтернатив этому нет. Украина уже в Альянсе. Украина находится в отношениях дипломатических и военных со всеми государствами Альянса. И получает оружие и сражается за интересы Альянса, который был создан в противостоянии с советской властью, с советским коммунизмом, с советской Россией, с советским Союзом. Так что, то, что касается Китсинджера, понимаете, это вот продолжение этого же процесса, который обсуждается, что будут делать республиканцы после прихода к власти. Но изменится ведь ситуация. Мы не знаем, какой она будет через полтора года. Если продолжится эта лживая, предательская политика демократической партии по отношению к Украине, Украина может быть оккупирована не на 20%, а на 50% или 90%, понимаете, что, с чем столкнется там новая администрация, кстати говоря, если она будет, что тоже не очевидно, не стопроцентная вероятность, вот, мы не знаем, с чем она столкнется, какова будет ситуация в Европе. Сейчас идут выборы, меняется лицо Европы, меняется позиция Европы, меня и плохо меняется, иногда не в нужном направлении меняется Украина. Понимаете, вот сейчас эти вопросы о коррупции, о нереформированности Украины поднимаются, и насколько я вижу парламент, ну, Верховная Рада не отрабатывает вот эти необходимые шаги, требования, на самом деле это не требование какой-то там за границей, это требование времени, которое, если бы в Украине присутствовали сильные эксперты, там, уровня Бальцировича, но они бы вот именно это и требовали бы от Зеленского, от правительства Украины, от Верховной Рады именно таких изменений, но это происходит очень медленно, понимаете, странно, что это могло бы занимать меньше времени, и такое впечатление, знаете, что это вот, это родовая болезнь Украина и Россия, вот такая остаточность советской власти, такая имперскость, изолированность, что ли, понимаете, у стран Балтии этого не было совсем, они начали реформирование немедленно, просто в момент объявления независимости, все списки провокаторов, агентов в КГБ были опубликованы немедленно, понимаете, экономика была открыта немедленно, никаких олигархов не могло возникнуть условия конкурентности экономики, открытости экономики в странах Балтии, ну, то есть, там в разных странах по-разному происходило, но в принципе так, а в Украине мы еще думаем, а стоит ли нам открывать экономику, а стоит ли нам заниматься реституцией, понимаете, а вдруг, ну, вот это то, что я слышу, а вдруг поляки фактически захватят Запад Украины, понимаете, инвестиции нам в Украине нужны, инвестиции американцев, там, поляков, европейцев, а частную собственность полноценную, которая возникает в результате реституции, мы побаиваемся, так сказать, принять. То есть, это значит, что, ну, будет все как в России, как при Лужкове, там, в Москве. Хотите инвестировать, инвестируйте, но под моим руководством, говорил Юрий Михайлович Лужков, лучше прямо с чемоданом денег, приходите ко мне в офис, будем решать, как распорядиться этим чемоданом денег. Вот, так что реформы Украине, ну, назрели 30 лет назад. Вот, но не все проводятся сегодня. Этим надо заниматься. Да, однозначно нужно заниматься, друзья, вы, кстати, на какие первоочередные вопросы обращаете внимание в плане реформы или не реформирования, которое сейчас проходит или не проходит по вашему мнению, напишите в комментариях, мы будем двигаться дальше. Дорогие друзья, благодаря в том числе интернет-магазину Гордон Шоп мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем, заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите, начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом, а еще там есть конфеты Гордон в шоколаде, птичье молоко, а еще там есть яйца Гордона в шоколаде, в золотой пирамиде, а еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучного точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. Еще в контексте, ну вот если мы о Соединенных Штатах говорим, сегодня много говорили о Владимире Зеленском, вот значит платформа Илона Маска, бывший Твиттер, теперь социальная сеть Икс, признана крупнейшим средством распространения российской пропаганды, об этом речь идет в отчетах Европейского Союза, вот есть цитаты, это многомиллионное оружие массового манипулирования, направленное как внутренне на россиян, так и на европейцев и остальной мир, конец цитаты. И вот только прозвучало это заявление о соцсети Икс, так вот сразу же сам Илон Маск практически снова оказался в центре скандала, как раз опубликовал в этой соцсети новый скандальный такой пост, на этот раз это карикатура с лицом Владимира Зеленского, который по замыслу автора, ну я не знаю уж это Маск этот комикс придумал там фото жабу, как говорят, или где-то он ее взял, но в целом там напряженное лицо Владимира Зеленского и написано, что значит ваше лицо, когда прошло 5 минут, а вы не попросили новый миллиард помощи. В целом, то есть мы можем говорить о том, что возможно Илон Маск, человек, который помог Украине технологиями в начале войны, имеет право на какое-то свое мнение, но насколько это действительно просто непонимание, может быть шутка, он так это воспринял, или это действительно подыгрывание той же российской пропаганде, потому что я еще не смотрел, пост вышел сегодня, но я уверен, что если включить сейчас вечером федеральные российские телеканалы, то там все будут Маска того же расхваливать и обсуждать, что вот смотрите, как американцев раздражает то, что Владимир Зеленский в очередной раз просит помощи. У меня к вам вопрос, Алексей. Вы произнесли фразу сейчас, возможно, Илон Маск помог Украине. Это возможно или он помог? Нет, это факт. Факт, это он помог. Вот. Значит, вы должны понимать, что вот то, что вы сейчас произнесли, возможно, он помог, это очень типичная такая формула пропагандистской кампании. Понимаете, возможно, он помог. Критика нужна. Критика, которая раздается от независимых средств массовой информации, она очень нужна. И мы с вами должны всячески поддерживать там независимость средств массовой информации. Ну, вы поддерживаете просто себя. Вот. Но этого не хватает, не хватает обратной связи в Украине. Это объясняется условиями войны, но давайте положим, что война закончится завтра тем или иным путем. Украина находится в идеальном состоянии или будет восстановлено состояние, которое было перед войной. Вот это олигархическая структура влияния олигархов на политические процессы, торможение Украины в интересах этих самых групп, которые находятся во вне конкурентной среде находились до войны. Вот. Так что то, что делает Маск, это очень важно для Украины. И то, что он критикует Зеленского, это может быть даже большая помощь, чем интернет, который бесплатно или за деньги предоставляет военным в Украине. Друзья, ваше мнение оставляйте в комментариях, будет любопытно почитать. Еще очень хотелось бы поговорить об отношениях Соединенных Штатов и Китая. Мы сегодня как-то Китая пошли стороной. На самом деле информационный повод может показаться довольно милым на самом деле. Китайские панды из Америки возвращаются домой, в Китай. Для наших зрителей я скажу, что на самом деле не все так просто. Для тех, кто не знал, это называется пандовая дипломатия. То есть Китай передает дружественным странам в аренду этих панд. Страны платят какой-то образный миллион долларов в год Китаю за эту аренду, содержат их. Однако в случае ухудшения отношений между Китаем и другой страной, то Китай может потребовать вернуть медведей. И вот в этом контексте эти панды находились, ну не эти конкретные, но в целом панды были переданы более полувека назад, тогда президент Никсон смог нормализовать отношения между странами, и вот теперь панды возвращаются в Китай вследствие напряженности в отношениях между Америкой и Китаем. В целом, если о динамике поговорить, Константин Натанович, насколько стремительно это ухудшение развивается и к чему в итоге может привести? Оно развивается, потому что Китай меняется, Китай становится или пытается стать империей, Китай начал реформироваться в сторону империи давно, это захват чужих территорий, это подавление свободы мысли в самом Китае, вот эта ситуация с Уйгурским районом, где просто репрессия осуществляется против людей, исповедующих там ислам, это события с Гонконгом, когда протесты против недемократических действий властей вызвали процессы там подавления просто, и одна из версий возникновения этого гриппа связаны с тем, что это было искусственно сделано китайскими китайцами, и об этом довольно громко говорилось, вся эта пандемия, это попытка сдержать ну вот демократические процессы, и шантаж по отношению к соседям, строительство там островов в нейтральных зонах, и объявления нейтральных свободных судоходных зон территории Китая, это ну такие прямые нарушения международных соглашений, еще Тайвань, вот Китай опасен, опасен в своем развитии вот в эту сторону, в сторону империи, понимаете, и довольно эффективно противостоял, Китая противостояли Соединенные Штаты во времена Трампа, довольно жесткая позиция, без всяких там панд, тарифные соглашения, ограничения в значит в лицензиях, ну какие-то решения принимались, и сегодня такая, знаете, уступчивость вот этой демократической администрации. В свое время просто визит, встреча с Путиным критиковалась, возможная встреча Трампа с Путиным критиковалась как совершенно абсолютно недопустимое действие, вот, а сейчас это там Бернс, там Салливан, ну все летают между Вашингтоном и Москвой, встречаются, переговариваются, ведут переговоры, против которых мы с вами взражаем, это переговоры об Украине без Украины, вот, и ну надо, чтобы это поскорее закончилось. Напоследок, Константин Антонович, еще очень хотелось бы с вами обсудить новое такое видение будущего России от бывшего советника Путина и экс-идеолога, так скажем, Кремля Суркова, он выпустил программный такой текст в одном из федеральных изданий, где заявил, что будущее России вероятно будет в союзе с Европой и Соединенными Штатами, именно вот три этих сферы влияния смогут объединиться в один, как он назвал это, великий единый север, потому что он говорит, значит, у нас цивилизации имеют общие корни, и Европе, и Штатам, и России предстоят просто какие-то трагические изменения тектонические, просто титанические, тектонические, то есть все очень поменяется, но в итоге все придет к тому, что это будет один такой единый альянс, который будет противостоять тому же глобальному югом, да, эти все форумы мы помним, и все эти высказывания Путина о том, что, значит, нужно строить многополярный мир, и Россия здесь поддерживает то, чтобы укреплялись позиции, например, того же африканского континента, как считаете, вот этот текст Туркова сейчас почему появился, да, ну мы понимаем, как экс-идеолог Кремля, он наверняка не просто так его сейчас выпустил, действительно ли может такая философия вписываться, в концепцию сегодняшней такой вот повестки кремлевской, или кому это было адресовано? Ну, это не о кремлевской повестке, Слава Турков пытается прогнозировать развитие человечества, мира, пытается остаться в информационном пространстве, на него не обращают внимания, у него не берут интервью, он сам не хочет давать интервью, потому что не хочет критиковать Путина, побаивается критиковать Путина, а вот эти идеи будущей, или как это у Навального прекрасной России будущего, понимаете, ну, порассуждать на эту тему, это, знаете, вы видите перед собой какого-то там небритого бандита, грабителя, и начинаете рассуждать о том, что вот если он закончен там университет, там механико-математический факультет, женятся, у него родятся дети, вот, какая-то будет хорошая семья. Россия, по всей видимости, не сохранится в нынешнем виде, по всей видимости, усилиями Путина, между прочим, в основном, на территории России образуется много разных государств, вот этот процесс дезинтеграции Советской империи, который начался в 91-м году, вот он будет продолжен, и очень может быть, что вот эти государства, они будут включены в этот Северный Союз, там, через сто лет, очень может быть, но сегодня во время, когда там происходят вот эти садистские преступления в Буче, там, каждый день бомбится Украина, рассуждать о прекрасной России будущего, ну, это просто безнравственно, но Слава думает о собственном имидже, о собственном пиаре, о собственном продвижении, ну, и занимается этим. Спасибо, что помогли разобраться, друзья, потому что, вы знаете, я уже слышал несколько тезисов по поводу этих программных текстов, но ваш как-то настолько просто объясняет вообще всю эту концепцию, что мне вот лично в него поверить легче всего. Спасибо, Константин Натанович, что сегодня снова нашли время для нас. Друзья, канал Константина Борового найдете в описании к этому видео, также не забывайте, Дмитрий Гордон, Алиса Бац, он в гостях у Гордона, ну, и лайк этой беседе поставьте уже, Константин Натанович, благодарю вас за то, что регулярно находите для нас время. Друзья, спасибо, что смотрели. Спасибо.